Продолжение следует... Что в журнале она постоянный автор и герой каких-то номеров, это уже для нас, лично для меня, очень высокая рекомендация журнала. Но нам очень любопытно, что сегодня будет. Спасибо вам большое. Мы сами понимаем, что тут есть такой элемент возможного, хотя отчасти иллюзорного когнитивного диссонанса, мы понимаем, что имя Ахматовой сегодня прочитывается как эмблема классической традиции русского стиха XX века, чтобы это не означало. Мы понимаем, здесь немножко задумываемся, что это некоторая иллюзия, что это не так было устроено, что в момент своего явления на литературную сцену, то, что делала Ахматова, было вполне революционным. Потом происходили разные вещи. Но ее пьеса «Элиша» до сегодняшнего дня воспринимается как абсурдистская. Нет, вы меня не агитируете. Я здесь отсылаю к некоторому такому на эти здравому смыслу, который, значит, видит дело вот так вот, что с одной стороны у нас, значит, условно говоря, футуристы, с другой стороны, ну, понятно, как это устроено. Значит, поучительно задуматься над тем, что история литературы делается не таким способом, что есть разные пути к обновлению того литературного ландшафта, который мы получаем перед собой в тот момент, когда приходим на это поле. И в каком-то смысле уместно и правильно, когда отношение между тем, что уже вошло в канон, и тем, что в сию сейчас на перспективе воспринимается как нарушение канона и разрушение канона, строятся не по принципу, так сказать, вражды и взаимного отталкивания, а в ясном сознании того, что без одного и второго бы не было. И это работает в обе стороны. Действительно, Полина Борискова, значит, выступила в этом смысле у нас в повивальные бабки, и, значит, этого конкретного мероприятия, несмотря на то, что бабки ей, вроде бы, пока не положено. Наверное, уместно сказать не только о том, что с Полиной, так сказать, наш журнал и предшествовавшие, предшествующие технологические издательства связывают разная всякая долгая история и подробности, а уместно сказать о том, что у меня есть такая, если хотите, фишка. Я стараюсь все время проводить вечера журнала в Москве по возможности после каждого номера. Это не всегда получается, потому что после некоторых номеров выясняют, что там не хватает московских авторов на полноценную презентацию, потому что они все как-то живут в разных других местах. А в Петербурге, значит, вот время от времени, так оно в среднем примерно раз в полтора года выходит. И при этом у меня есть идея каждый раз проводить это в другом месте, не повторяться. Поскольку журнал выходит в девятый год, то, как вы понимаете, это некоторая такая специальная задача. В этом есть, значит, некоторый элемент, может быть, личной навязчивости, личной обсессии. Но мне видится, что и смысл какой-то в этом есть. Вот идея перемещения, блуждающей точки, идея перемены контекстов, когда сегодня ты приходишь в это место. Не обязательно речь идет о стенах, в которых находится музей, или библиотека, или клуб, или центр премии Андрея Белого, где я представил в прошлый раз. Да, а вообще, перемена контекста, в которой ты как-то заново пытаешься определить свое место. Значит, кто ты такой, на каком издавании когда пришел, как ты себя здесь чувствуешь. Это тоже такой полезный, мне кажется, опыт. Что сегодня будет у нас происходить? Я насчитал некоторое количество петербургских поэтов и, как водится, одного права ряда, опубликованных в трех последних выпусках журнала, которые сегодня у нас, значит, вот на столе. Поскольку предыдущий вечер был примерно полтора года назад, после выхода первого юниорова, 13-го года. И я надеюсь, что они что-то прочтут, захотят что-нибудь скажут, ну, даже на страничке. Кроме того, поскольку сегодняшний вечер открывает большой петербургский поэтический уикенд и некоторое количество других лиц уже успели приехать на то, что будет завтра-послезавтра, то есть некоторое количество музыкальных инструментов в кустах. И, наверное, значит, соответственно, этих лицах тоже попрошу в ночь как-то принять участие, поскольку и на них некоторые имеют некоторое отношение к этим вышедшим номерам и к вышедшим за отчетный период, за последнее время, некоторым книжкам, которых я попутно, скажем, до конца такого похода. Книжкам, вышедшим в разных прилагающихся к журналу сериях, это не все книжки, которые вышли за это время, но то, что будет уметь на сегодня упомянуть. По логике вещей мы, очевидно, начнем с того автора, который у нас вот в этом самом последнем выпуске, значит, выведшем когда-то вышел так в августе. Значит, вот в этом выпуске журнала у него вот такая прекрасная вложка с колечей проволоки, еще у него, в принципе, есть конверт для продажи в открытом доступе, потому что в последнее время на всех своих изданиях я пишу вот такой дисклеймер на титульном листе. Это издание может содержать информацию, в которой российское правосудие может исчезть вредно для несовершеннолетних. Если вы доверяете российскому правосудию вольт, чем нашему издательству, не позволяйте несовершеннолетним знакомиться с этим изданием и сами выдерживаете все знакомства с ним. И, значит, поскольку последние области нашего издательства требуют в этом случае продавать издание в запечатанном конверте, я нашел у себя в архиве советские конверты образца, я думаю, 60-х годов, в которых этот журнал влезает. Потому что в конверты более подним, он не влезает. И сделал такую специальную наклеечку для этой цели, но это все сюда не приехало, поскольку я не собирался здесь продавать этот журнал в открытом доступе. А вот если я его вам дам в руки, условно говоря, и если мы как-то подполой совершим это, то для нас не наступит юридическая ответственность. Это можно писать 18+, или 18+. Так, и написано по-новому законодательству. Этого недостаточно. Значит, вот. Это я чуть-чуть отвлекся. Тут, наверное, уместно было бы сказать, что мало чего стоит та поэзия, которая не подлевит запрету согласно текущему законодательству текущей этой страны. И это не только к вопросу о цитате из Мандельстама про стихи, разрешенные и написанные без разрешения, но как-то, значит, и в целом, что должен быть в поэзии нет риск столкновения с тем, что общество и власть, как, давайте скажем честно, квинтэссенция этого общества, поэзии требует. Но это здоровье, это слишком далеко. А я, собственно, начал про другое. Я начал про то, что у нас, как вы все это уже знаете, в каждом номере есть вот такой специальный герой номера, автор, к которому привлечено особое внимание не только величиной публикации, но и тем, что о нем дальше идет речь. Значит, публикуется статья о нем, публикуется, значит, какие-то отзывы товарищи по цеху, публикуется интервью, которое, значит, для этих случаев у нас всегда берется писательница Ленор Гараль. И вот в этом конкретном номере у нас, значит, таким главным героем оказался в петербургский поэт Игорь Булатовский, с которым, не с ним самим, а с его стихами, у меня как бы есть некоторая своя собственная история, потому что я долго как-то не понимал, в чем дело и почему это, значит, пишется, да, как пишется, и зачем это нужно, а потом как-то вот понял в итоге. Ну, и отчасти, конечно, это я понял, отчасти, значит, публикуется Булатовский. И, ну, собственно, да, понятно, да, не то, что я, я, может, тоже стал чуточку умнее, но все-таки основная заслуга здесь, прямо скажем, не моя. И теперь, когда я вот встречаю в соцсетях, значит, разных достойных людей, значит, сообщающих, что вот этот цикл Булатовского, опубликованный в этом журнале, это некоторым образом, значит, текст года, ну, может быть, это легкое привлечение, но я не сильно удивляюсь, значит, этой идеей. То есть я понимаю, что в нем дает основание так на эти вещи. Смотри, я, наверное, попрошу Игоря Булатовского, не знаю, или отсюда, чтобы прочистить, или что-то другое прочесть. Я даже не знаю, как. Я другой читаю. Потому что, как бы, он большой, вырывать о нем куски, может, тоже неправильно. Да. Владимир, Дима, спасибо за то, что... Спасибо за то, что вы решили встречать Родину практически сразу, после того, как она была закончена. Я очень надеюсь, что благодаря ему публикации эта цикл, я пойму, знаете, эта книга станет не только поэтическим... Давайте я громче поговорю. То есть она не только фактом литературы, но и явлением жизни, чем она, с моей точки зрения, должна была быть. я очень благодаря Александру Путиневу за тончайшую препарацию моей поэтики, вернее, нескольких поэтик в объеме нескольких сборников. И, конечно, моя благодарность тем коллегам, которые нашли время и мысли для родственников. Читать поэмы и отрывки из нее не буду, потому что все это нужно воспринимать вместе. Я прочитаю несколько стихов последнего времени. Что скажет горло Кровь неповторима? Что скажешь ты неповторима? И горло только круглое разгуляй, где ты все бродишь, бродишь мимо каких-то негорящих фонарей, с которых коконами страха свисает свет и кружится быстрей, быстрей чешуйки, крылья праха вокруг него, повешенного здесь, где столько раз горело слово о маленьком полку, решившем выпить весь великий дон до дна сухого, до жажды, запекающей живьем язык, тимпан и щекот слави, и вновь наполнить жадный водоем тем, что нужней беде и славе, чтоб села веселя и города назад из европейской ночи проехать снова или никогда по горечему пирогойщей. Отечество детей, дитячество отцов, един заплаканный детинец, где мамки цацкают капризных мертвецов и в пухлый кулачок суют гостиниц, а те все не умрут, все скачут пополам своей березовой лошадкой, пока вдоль красных стен разрублен пополам, до самого седла их тятя тенью шаткой на груз никому не трясется день и ночь, под ковками выстукивая время, пытаясь втолковать себе и растолочь, зачем вступил в золотое стремя. Плоды просвещения, жатва наук, умелые парни у милого трона и дипово порно толпящихся рук вокруг материнского лона и каждому слову отныне дана особая сила следить за другими, как будто одетая в пурку ржина дала им тяжелое вымя и стали слова хороши и пухлы и тощая речь округлила фигуры и сладкими складками стали углы и в них шевельнулись амуры и каждый напружил свой детский лучок и каждый прицелил из пухленьких тучек другого в его голословный клочок короткий отравленный лучик и ходят клочки и ведут разговор чики-чик-чики в закоулочках речи и тот, кто не пойман на слове не вор, а пойман прячь голову в плечи. В смирительной с ложечкой дегтя во рту под мертвой от счастья звездой родиться в огромную речь пустоту где каждая правда видна за версту где ложь растянулась верстой родиться и жить как за пазухой у немого метельщика щен участь одному золотому муму чтоб стало потом неповадно уму просить себе смысла взамен доверия переводящего бред на ясный собачий язык и черный от крови тяжелый послед под воду таща как последний ответ разумный выдавливать крик с бесконечностью на петлицах нам не страшно померанцы на зарывшихся в землю лицах лихорадочный померанец потерпи-ка еще немножко до скончания времен шевелится паучья ножка сканканаду и в унисон паучочек на гандикапе из оставшихся семи убегают в траву сатрапий всесожженную людьми вот закончится бомбаешка оторвешь лицо от земли в глазу кашка на брови бложка на лбу вечности круга саха топор ермо и золотая чаша оставлены уже на краешке земли и бабушка снородистая наша Афина строит корабли и небо новое начищено до плеска и стружка жирная везде устлала прах и царствует рубанок и стамеска в больших неженственных руках идут додонские веточкой лепечет в борту как бы вдохнувшим глубоко и смерть уже бросает чего-то нечет на лавке вещево арго и звезды жадные слетаются над нами уже готовые занять свои места на лавках что покрыты именами начавших с чистого листа Ферфичкин дрянь ты дело говоришь я желтое пятно на своих панталонах я муха на пятне я мстительная мышь ходящая под полом в ополонах стреляться бы с тобой из пальца что чернил даст если уколоть аж на иримиаду стреляться поутру хоть я тебя простил за каждую твою плевотную бутаду стреляться в мозг и час на выборской в мозгу засиженном какими-то людями но прежде я хочу а главное могу ночь скоротать с тобой и бледями безрукий бог лишившийся обеих на маленькой удаленькой войне чуть вспомнишь о старухих челубеях тобой потопленных в говне и слезы тусклые похожие на семя втираешь в круглокожие культи но их так чисто выскоблило время что новым хейрам не взойти и ты слепой от этого соития тем что осталось в усмерть битый час по глинистой земле кровопролития переставляешь глинобитных нас рояль в кустах смородины бурбуль всю ночь свистала родине бурбуль к утру все страшно выросло в природе росище раскалилось до бела и черные блестящие тела лежат как баклажаны в огороде выходит из машины у ворот набрягший краснодеус и несет мешки под цветы в кору баклажанам и снова и с новым урожаем едет прочь и вновь тиха украинская ночь и синенькими пахнут чем-то пряным и воздух какой-то которого нет и свет различающий слабо на белом клочке мелко набранный бред и серая славка кричащая слава и небо что входит под острым углом к тебе в закадычное горло широким в разводах зеленки стеклом главу обрубая на поднятый гордо и тело прижатое к телу огнем и тело вошедшее в тело штыком ли худем ли и павшее в нем за новую смерть и за правое дело все все это все это последний осенний призыв но слушать не надо не надо вон дождик и тот закосил и притих над мопнущим глужим пацификом сада а вот сотворение совсем не рада свои мозоли влюблена пощипывать любовь слепа и поэтому слышит так много боли еще два три а ямы все неполны все пусты и нет земли ни места в них ни края и падают безмозглые горячие шмоты друг другу дно рядами растилая и так весь век и так всю эту ночь и с костным грохотом и с кожными шлепками в последних фрикциях стараясь растолочь смысл вышибаемый стрелками батарея СО дребезжа в лицо говорит медным голосом будешь так лежать заживо сгниешь а старик наверху превращаясь в труху нулевого помола сам рад бы перегнуть в тепленькую ложь правды матки о том что бывает потом стельцем голым свернувшимся в ухо что молчит слушая как шасть мышь над ним шелестит разгивая артрит листьев мелкого ужаса на путях своих и боясь убясть коготком в тишине слуха в черном окне чья пластинка трескучая кастадиву все хочет не допеть соскочить назад в тот священный сад сердце жаркое мучая вечная наде мертвая на треть я думаю что в линейной последовательности того кто будет сегодня обучать нам не удастся не построить не усмотреть никакую закономерность но мне думается что в совокупности этих точек брошенных на условную карту сегодняшней наиболее удалена от того чем работает Эли Болотовский ну например Алексей Кручков можно отсюда присчитать можно выжиться или повар очень тяжело людям которые сидят перед тобой что здесь можно съесть прижимание комфорт оттуда выжить все и разогатом для письма по выцветшей ткани слова слушали танец падения листьев и башен черные разерошенные концы лент к горизонту в одну из которых падает солнце исчезли огни терпкие руины берега сумерки никто не видит осенью время проникает скелетами рыб руины ребер окраин становится продолжением резко темнеет на глазах чаша пульсирует равнодушная к своему содержанию вечер стал соединять всеми частями за многие месяцы обозначив границы на стыках костей в нестираемых пределах вакабулы нерассматриваемое зрением предыдущие исправления оказались недостаточно идеальными для поиска новых структур обоснования времени это эхо чуждо любого объяснения бесконечных кварталов юга Петербурга на верхних этажах здания прислонившись к стене входящей на улицу то есть с внешней ее стороны несколько человек мужчины и женщины стоя ложатся спать никто из них не решается смотреть вниз каминовые карманы рюкзака vision is a prison poison person пальцами перетирает между ветвей в нем движение неба перед глазами мелькает буква просеивания пол и стебель сухое утро почти лишено слов руки копируют рисунок кольцо пленки холодные пальцы ветер ветки сны лестниц фотографии современности пересказ сквозь скрип петли изумление точка просвечивает течение вертит сонную пересохшую речь острую как стекла на ладони колханием звука когда понимание становится просто как цвет вечер крупно ветвь дерева с которой спадает свет ценность для глаз пульсирующей пленки перехода цвета длительности случайные интервалы этот перекресток украден шоссе разделено естественно отражаясь в окнах кустарник наполняет зеркало разбивает звезды цельный полный исчерпаем связи ни в чем отсутствует чувство утраты заполняет соленых переход нашит не больше чем шумы и холодный ветер окраин тайные символы учебники ворот платформы учебный центр правил замкнутости продление закрытого памяти слоя хрип тронуть звук шерсти льна рельефный мир действий смерти приближенная открытка тени стекла мозаик крайнего начала деление зависимости медом плавится вниз утреннее стремление копия треска происходящего появляется тепло неограниченное глаза ката кофе страфа после привычки остановка автобусная пыль редкий отпечаток глаза намеченный радиосигнал меры каталог течение края зрачка земли спасибо для меня всегда было чрезвычайно важным пытаться следить за тем что происходит в текущем последнем литературном поколении сегодня это соответственно авторы которые уже в новом столетии вышли на литературную сцену мы понимаем что обычный привычный метод литературной эволюции встроится скорее на отталкивание младших от того что делают старшие анмаз значит старшие легко платят взаимностью значит ну это в лучшем случае вот понятно что это бывает исключение мы все эти исключения знаем помним но вот сегодня кажется это уже совсем потеряло всякий смысл с учетом полного прекращения представлений о линейности развития культуры все понимают что это куст а не ствол да и поэтому есть возможность как-то уже значит без гнева и пристрастия все это рассматривать и вот к чему я говорю потому что вот Алексей Кручковский который сейчас вот отпал это один из важных представителей вот того что в более или менее сравнительно относительно мы понимаем младшем петербургском поколении происходит а началось это поколение для меня тоже 10 лет прошло но поколение оно не ночезавтра но потразавтра разменяется это некоторый шаг ну так по-видимому лет 10-12 началось для меня это поколение с того что было 10 лет назад и тогда одним из авторов стоявшим его истоков в Петербурге был Вадим Кейлин который теперь после довольно длительного как я понимаю перерыва вновь возник в том числе на наших страницах на самом деле как раз перед этой презентацией я понял что с момента того что там было прикопано ничего и не было написано поэтому я подумал что чтобы написать какой-то один текст чтобы я получился так еще на что-то есть техническая пауза а микрофон будет? ну будет наверное публикация это какой год публикация? еще сейчас предыдущий 1-й 14-й среда обитания невспоминаемая мелочь как если бы истончившееся бытие вплести в короткозамкнутый контур и замереть любуюсь каким ключом отпереть предполагаемую дверцу на том конце короткозамкнутого пространства и замереть любуюсь интимационным членением правил и парадигм по правую руку по левую только стену и шкафы и замереть любуюсь не вспоминаемым затертый паркет настенные часы радио в темный круг на кухне сквозняк как если бы все еще длинца короткозамкнутый коридор истончившийся но не расчлененный тихая поступь как если бы контур ответа проступающий в темноте измерить измерить любуюсь и и и способны выдержать натиск господствующей стихии. Опершись на каллиграфические, резные перила, император с любопытством взирает, как разыгрываются внизу потешные битвы больших нарративов. 2. У времени тоже есть квадратная единица, несколько невнятных дней на побережье. Не останавливайся мгновенья, длись, пока тебя не прервут, пока тебя не переедет вереницей невнятных дней. Протянись от последних часов до последних известий, от крайнего срока до крайнего случая, от самой глубокой тишины до самого синего моря в глубокой провинции. 3. Первый человек на Луне был мертв. Самое лучшее в мире привидение с ракетным двигателем. Первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Лестница в небо, так удивительно коротка. Позади маленькая душная планета, перенаселенная призраками. Так и не дождавшиеся царствия небесного отправляются покорять космос. Кармические ямы и непроглядная темень. Первый человек на Луне был мертв. Море спокойствия расступается перед ним, и он проходит по его дну. 4. Самоштабность событий связана напрямую. Параллельные линии с червоточинкой, стремительно врезающиеся в тактовую черту. Вот тебе и фотофиниш. Время собирать призы на конкурсах репортажной съемки. Событийность предельна и расчерчена на цветные сектора, тщательно выверенные системой каналов. Над чертой улица полна синтетических ингредиентов с кодом Е и не доказанной эффективностью. Под чертой река хранит свои тайны в запечатанной пластиковой упаковке, чтобы ни в коем случае не растворить, не смешать, не выплеснуть вместе с младенцем, впадая в уныние. Дробь. Пауза. Прокапа польпина. 5. Вещи, которые происходят медленно. Вещи, незначительно меняющие восприятие других вещей. Вещи, нуждающиеся в безвременном уходе. Вещи, хранящие следы. Вещи, жаждущие неуместного каламбура. Вещи, названные напрасно. Вещи, которые не хочется делать с другими вещами. Вещи, склонные к перемене мест. Вещи, успешно избегающие огласки. Вещи, которые больше ничто не связывают. Вещи, нужные только для того, чтобы в них нуждаться. Вещи, описываемые кривыми. Вещи, которые можно убить. Вещи, не согласные веществовать. Так, слой за слоем всплывает со дна. Шестой континент. Мусульная. Атлантида. 6. Несбыточность и намыслие, вечно отложенное. Вечно в будущем времени. Когда память прорастает в ненгеомы и расползается по всему корпусу древней и новой истории. Негатив новостной паутины, червоточина телеологии, пронизывают древо познания, корнями уходящие премыслимость инопытия. 7. Дано. Три острова, семь мостов. Соедини их сплошной линией из хлебных крошек, так, чтобы не пришлось возвращаться. Соедини их сплошной линией, изломанной и нервной, выпавшим из культурной памяти и иероглифом, угливо ежищимся в чуждом контексте. Соедини их, так безнадежно стремящихся друг к другу, блудных птенцов при единого проконтинента. Рассчитай траекторию тела, замерзшего, раздумьях. Спасибо. Вот, так это все как-то, значит, сложно закручено получается и, наверное, неспроста. Давайте попробуем еще чуть-чуть передвинуться в эту же сторону и, в общем, выступить Ивана Соколова. Хотя, страна, конечно, не стрема, это же, но слон. Ну вот, если кто-то был на предыдущей презентации воздуха, то примерно представляете себе, с какой дилеммой я столкнулся, потому что стало просто интересно вообще, что читать и как все это представлять. И, наверное, пришлось двинуться в какую-то еще более радикальную струну, то есть просто прочитать так называемые традиционные стихи в так называемой традиционной манере. Я почитаю, собственно, то, что и было опубликовано в «Воздухе», но еще, может быть, пару новых стихотворений. Да, подборка носит какое-то дикое название, называется все это на лазурной попоне, к этому я отношения никакого не имею. И воздух на плече, и камень в сыром небе, зигзагами теряют высоту, то тешатся хрустальные узбеки, а мы с тобой, как девушки без платья, живем, пылая на ветру. Элегия. Мне смерти алчатся, как непредельной яви, как невзыскательной цепи, растущей из стыда за гарнизоном бестелесных лесенок упрямых, перебирающей черноты в основании лица. Синей лопаткой прорывая желудок в земельно-ягодных за скобочных пятнах, с лицом разведчика, украшенного язвой желания на раз, на два, на три отринуть плоскуты жизни одеяла. Она ко мне на ты лепечет голым, безматеринным ртом, шкафиком тяжелым, и я ее хочу, такой хочу. Бессмертие ножа мелеет, как волчица, распластанная оловом в пруду. Поступь подранка выдает голый вес сердца, в толчках от прозревания природ. Рай для волчицы уже ад, ножи из дыма, в жемчужном плесе молоты костров, что держит лес, как воду в горле лошадином, в свирели жидкой с полох коростель. И день стоит, как сорная монетка, на замусоленном ребре. И, Господи, сшиби ее, нелюбящим щелчком, мы рухнем в лучшие края, где дни летят из-под копыт божественного зверя. И мальчик, как бадья слепой, нас вычерпнет из мельтешащих мглиц, и, может быть, пошлет домой. Следующий сценарий называется «Маленькая утренняя серенада». Она тоже потерпела какие-то метастазы, потому что оказалась напечатанным, ну, как сказать, без отбивок, без строчек с пробелами, что мне представлялось важным для ритма и какой-то внутренней, графической, в том числе энергетики этого текста. Тем не менее, звучит это так. В небесах мое сердце и жаворонок кувшин исчерпал его, срываясь в хлябе и взмывая, как если бы он был один и не ждали нас холод, стрела или плен, ни гора с черно-рыжими рукавами, ни в неминуемой ночи луна сторожиха стальная. В небесах мое сердце и я у него один, с синекрасным плащом его тень мою грудь накрывает. Мы забытые дети, здесь и тьму, и тюрьму переждем, пока сердце зияет, разверстые ворота рая. В небесах мое сердце и я без него зола, на лазурной попоне оно восседает огненным северным королем, с диким оленем, как с милым, играя, с одичалой косулей, как сломкой соломой, играя, на землея, без сердца, без дикого сердца, прах и перстья, стишок шотландского лирика, незримая утром, пена ночная. И последнее створение в этой подборке посвящается Станиславу Снутку. И сон цветов, и тысяча любовей, и красная гора на берегу строки, и так горит смолой в твоей сосне залечь, и корабли, как яблоки, плывут по волнам кронам, и меч, и меч. Ну и два стихотворения уже полонновее. Первый такой. Что ты знаешь обо мне, Господи, в этот час? Леса вьется в мартовских облаках вместо ястребиного стяга. Куница, палевый пуль растянута между этим и тем концом леса. Ты, я знаю, за мной наблюдаешь, сторож громадного царства. Вес и цель ты мне. В глазах восхищенных белая резь, как небо за озером, как утлое утра коротанье. За распахнутой долготой дня мы следим друг за другом. Где ступает нога твоя, там тот час и моя. Час раската твоего, час и моего же заката. В ручей воткнутые отцовские сапоги. На берегу, дожидаясь, я отнимаю лицо свое от себя. Как отводишь от меня ты заразу, камень, укус паука неземного, и кладу его в воду. Мы, обнявшись, лежим и считаем мгновенья. Капает час остатком встречая себя же, нас поперек. Влас на течение и надо мной. Тебе же указли русло. Все живое мысль и тень твоя, великий лесник. Чей взгляд разбивает зерцало, отдавая осколки серой гончей. В сласть полакомиться, верный слуга. Я сились узнать себя, различить. Очертания свои же в былом. Но горек урок твой. Что река унесла, не увидишь. Все никак не проснуться. Хотя полдень давно полыхает. В травах пригнутых, в подаенном биенье. Коростеля, в скромно ему предлежащем ружье. Сердце конючит, кычет. Но и ему. На том крое леса ты протянешь. Твердую тлань заботы и узнавания. Ну и последний текст. Это, на самом деле, даже не отдельное створение, а такой кусочек из Паймона, который я сейчас работаю. Пиней голод, обращающий действие. Дятла эпистол, тугому вслед ноту. Как постылую шкварку, тряхая дожди, Измолотив охотничье сердце, выяв нотунг. Из самого сердца сердца швырнешь ли Объедки мху, как жене странно приемной. Неутоленности рык и раж, Стервенелая верность. Кому этой тлани деницы? Пес Агамемна. Тень и мою, и свою скалозуба, Подняв из-под леска. Сквозь крещенные путы паучьи, Неробея капканов волчьих, Мимо бронзовых пястей, Напир неевангельский. Кордис долбленную флягу, Как недругу ноту влачит. Удлиняется путь с каждым скоком, Через хвою ползет караед. Не нужда гонит нищего, Не кровь, и не оцети ей черная патина. В каждом бегимая строчка Лети по небесной дуге. Аккорди дэлла стаджоне. Это память о саде возничьего звезд, Намертво в тело поджарая, вплетена. Спасибо. Ну, значит, наверное, излишне говорить, Что помимо очевидной Любому читателю драматургии В построении ли номера, В построении ли этого вечера, Вообще, все, что происходит В литературной жизни, Есть еще и какие-то зачастую Скрытые мотивы У движения литературных агентов, Которые, значит, не всегда В итоге становятся явными, Кроме как для академических специалистов потом. Но в то же время Это тоже по-своему занимательно. А то, что это не очень видно со стороны, Не очень понятно, Так это просто Стоит о том помнить, Как бы априори догадываться, Что много есть всякого За всеми этими текстами. И не просто так, Они иногда вместе оказываются. Давайте в этот момент Мы сделаем перебивку В нашем поэтическом вечере И обратимся отчасти К прозе. С прозой у нас, понимаете, Отношения сложные. Тут есть такой специальный раздел По званию прозы на грани стиха. И вокруг этого, значит, Дальше начинается, значит, Скандал и сплака По поводу того, значит, Как эта грани устроена И что там на ней происходит. По-видимому, завтра нам предстоит, Значит, соответственно, Очередной раунд дебатов на эту тему. И там, значит, мы будем выяснять, Кто виноват и что с этим делать. А сейчас, значит, просто Попросим Станислава Снатко Протесть некоторое количество Того, что он Пишет И что, значит, мы Печатаем Такая поэция Ты видишь стремительный фильм, Который так быстро захватывает тебя, Что успеваешь вспомнить напоследок Только один эпизод из прошлого. Вернее, не эпизод, а зрительный, То есть слуховой ландшафт, Растворяющийся, просыпающийся, Как голый песок с камня. Как тихо на сайме И тогда все окончательно меняется, Становясь на свои места, Оборачиваясь настоящей противоположностью. Но медленно, проходя до зимних заборов, Оборачиваясь поминутно вокруг своей оси, Потребная для магического, Обескровливающего ритуала Количество раз, Всматриваясь в уродливом узорчатым инеем Изъеденные линзы глаз, Приходит и приносит свое неназываемое имя Тот, кого больше всего ждал ты И отдает то, что немедленно тебя уничтожит. Так, обращаясь в непрерывную Сновидческую цепь, Настигает призванное Бездвижным неистовством будущее, Не оставив от себя и следа, Словно ничего не было, Как несколько тысяч лет назад Падает в песок глиняный осколок, Но лишь для того, чтобы ты нашел его, Тихой кисточкой расчистив упавшее зеркало, Зорго всмотревшись в рисунок на глине, Различил свой точный, Точеный, прекрасный профиль, В который нельзя не влюбиться, Снова и снова, тебе самому, Иначе вернешься в песок, Прекратишься, Станешь без поворота, Ядовито вечен. Он возвращается домой, Чтобы больше не слышать криков чаек Над невыносимыми портовыми кранами, Садится у окна, Подавить в себе смятение чувств, И понимает, что не пил ничего крепче кофе Вторые сутки, Не стоял у раскрытого настиж окна 17-го этажа, И тогда вскрывает два письма, От первого теплится под языком сладковатый холодок, И принимаются пульсировать десна, От второго же нервически стекленеют глаза, Человек в нем описывает свое беспокойное бдение, Как слушает новости на третьи сутки без сна, Запивая их чиферем, А потом закуривает вкусную сигарету, И в сладковатом полуобороке Выглядывает в окно, И видит призывный погребальный танец Весьма именитого туземного племени, И жадного до археологических находок охотника, Надвинувшего точно пробковую шляпу на глаза, Двустволку бинокля на окоем, И автора первого письма, Чьи тонкие пальцы сжимают горлышко початой бутылки С такой силой, что кажется, Оно вот-вот треснет, И красное стекло брызнет корреспонденту в глаза, Но с той же беспомощной силой, Представляя себя парализованным, За руки и ноги, привязанным к стулу, В обездвиженно оголенном положении, Находит внутри себя анонимную волю Живосечения и бессилия аффекта, Срывающего последние укрепления. За этим занятием корреспондент коротает мимолетные часы И, не дожидаясь ответного письма, Садится за новое. И тогда для начала описывает положение своего тела, Так как полагает, что это важно при чтении, Как и письме. А потом вид из окна, И весь пейзаж, в котором находится. Но что-то пронизывает ум тревогой, И вещи выскальзывают из описания, А он отгуборивает бутылку покрепче предыдущей, Оставляя свою забитую солнечным светом комнату. Незаметное искусство холода касается твоего тела. Оно кажется поджаром, Будто вечно готовил его к невозможному празднику самолюбования, Которому никогда не предашься. Но с некоторым сожалению, Думает о чем-то другом, Беззвучно проборматывая стихотворение о черемушках. Карта не складывалась в систему. Упразднение регистрации перемен направлений ветра Не приводило к ослаблению признаков в общей картине, Как сохранялись и направления рек, И температура воды, Соответствие времени года конвертировалось здесь Лишь в случайные имена каких-либо Иды, Елены, Роберта, Ричарда, Имена городов, созвездий, Некоторых проливов, улиц, Центральных площадей, городов Сопредельного государства, Если таковое имелось. Оказавшийся поблизости С, Сделал небольшое дополнение. Глубина залегания минералов Подчас равнялась в этих местах нулю. И вот, искупавшись и дождавшись сумерек, С двинулся сквозь туман По следу эфемерных бликов, Но вместо интересных камней Принес на ладони только крупного Изможденного светляка. Камни нужны были, чтобы ветер не уносил одежду. В конце концов, когда, вскарабкавшись На огромное сухое дерево И устроившись на ветке над водой, Они стали разучивать французские слова, Чтобы, наконец, рухнуть вдвоем в соленую воду, С выбрался из дома на улицу И разжевал давно заготовленную за щекой таблетку. Здесь никак не кончался дождь, И Эс, разжевав таблетку, Испытал небольшое озарение. Точим были эти места. Не топос, даже не условный, А нечто наподобие. Он силился подобрать достаточно точную аналогию. Может быть, просто разновидность Недолгого самоутешения Возможностью зрения. Вроде, какая набережная, Какая подворотня, Какие живописные, etc. А потом в руке вдруг ломается карандаш, Ключи падают в воду, А в зеркале пляшут какие-то незнакомцы. В то время как мимо него по улице Проехала на велосипеде обезьяна В коричневой кожаной курточке, Попыхивая папиросой. Поминутно сглатывая горечь Разжеванной таблетки, Эс принялся перебирать физиономии друзей. И когда обезьяна молниеносно обернулась, Эс, испытав изрядное облегчение, Узнал в ней Н, Помахав тому, Рукой в качестве приветствия, И вместе с тем, очевидно, на прощание, А Н помахал в ответ хвостом. Утягивая в кружащийся перед глазами Точно опрокинутый мальстрем Тротуар в звездах щербин, Волокнах вкраплений, Чьи обильно сплетающиеся водопадом Гремящие путы Напоминали вены в руке, Сдавленные резиновым жгутом, Когда взял карандаш, Чтобы записать в блокноте, Пока не забыл, Или дабы поскорее выбросить из головы. Уходя из-под ног, Земля становится ближе неба, Утягивая в кружащийся перед глазами Точно зрачок шариковой ручки Черный выступ стекла. В него, сбитый с толку Армадами соперничающих Над лесостебью телами Пыли и насекомых, Обнаруженных на иллюстрации И нынче не к месту пришедших на ум, Швырнул увесистый кофейник. Черное стекло вздыхает, Подается вверх И с бесцветным визгом Рушится межстенный проем. Верно сверкающие соборы, Щегольская бесшумность, Которые редкие автобусы Именовали удушливый сад, Несколько утренних. В действительности Люди всегда ждут встречи, Которая никогда не произойдет. Трупов у пристани, Привычно раскинувших руки, Выбучив окоченевшие В ожидании глаза и так далее. До тех пор, Когда карандаш вонзится в бедро Сквозь карман, Наверили несколько запоздалую мысль О троцком. Седовласый британец, Обнаруженный за прилавком Книжного магазина, Заметил, что это не сулит Ничего хорошего. Из какого мира И куда ты просыпался, Извлекая спрятанную Под ковром книгу. Теперь давайте Попробуем Двинуться в другую сторону. Например, в сторону Дмитрия Григорьева, Который в этом контексте Получается уже выступает В качестве мэтра. Ну, знаю, что в этом году Не было. Это тоже так. Очень условно. Нужно, что мы пытаемся Читать с этой штуки. Я тоже буду читать Не из журнала, А какие-то новые тексты. Мальчик играет в блинчики На воде залива, Считая, сколько каменной лягушкой Сделает прыжков Туда, где в тумане Корабль счастливых Неотличим от корабля дураков. Интерференция Это когда друг с другом. А интерференция, Когда один с другого Заходит, осматривается, Вещи бросает в угол, Но каменная лягушка Скачет через его голову, Через разговоры о ней и прочем. Важнее найти плоский камень Среди других, Чтобы не тонул сразу, А оставлял многоточие На ровной воде круги. Под ногами голуби-воробьи, Бумаги смятые, Крошки пустые бутылки. Птичка не вылетела Из объектива. Улыбаться некому. Фотограф всех обманул. Птичка была, Говорит фотограф. Вы поверьте, Просто она не попала в кадр, И плевать, что внизу мусор. Посмотрите, Какие хорошие у вас улыбки. Она выпрыгнула За одно мгновение. Вы просто не заметили Ее среди прочих Крюющих крошки Вчерашнего пира. А вы все-таки улыбаетесь, Даже когда я не снимаю. Она всегда Вылетает из моего объектива. Вы можете не предлагать ей Ни изюм, Ни чиз. Она этим не питается. Я давно ее знаю. Поверьте, Она забавная. Она смешная. На перешейке Вода с обеих сторон. С одной стороны живая, В ней толстые рыбы, Крабы и даже киты. С другой мертвая молчалива, Топляками ощерилась черноты. По коленам мы в мертвой бродили, Поднимая со дна красный ил. Мы по пояс в нее заходили, Так что было не видно ног. Мы по мертвой воде плыли, Кто как мог. Мы ушли в нее с головой, Но она не стала живой. Плакат в альпийском шале. Хотел бы это стихотворение Сопроводить плакатом, Но у него нет, Сожалею. Лыжник конца тридцатых летит со склона, В джемпере, В рубахе с расстегнутым воротом, Без шапки, Без маски. Лыжник конца тридцатых, Улыбчивый француз, А может швейцарец, Спускается в деревню, Чтобы затормозить у самых дверей кафе, Поставить у стены лыжи, Выпить кружку клинтвейна, Поговорить с барышнями. Лыжник конца тридцатых летит Со склона к точке невозврата, И начинается другой отсчет. Лавина уже набирает год, Альпийские стрелки, Мертвые солдаты, И лишь на вершинах всегда Чистый снег, Ослепительный лед. Ну и, пожалуй, еще два стежка. Какая уж совсем традиционная. Радиостанция «Седьмой шлюз». Глиняное небо, благая весть, Оживают раздавленные змеи, Огненные лисы переходят дорогу. Когда не осталось больше людей, Я стал паревым командиром цветов. Пирма, продрявленный зверовой, А вокруг меня гвардия и ванчай. Когда не осталось больше людей, Я пошел в поселок, Не знаю зачем, Становясь все меньше в этой траве, В этой высохшей колее. Радиостанция «Седьмой шлюз», Солнечный треск, Полуденный звон, Пирма, чертополок, Зверовой колокольчик, Иван-чай. Ну, вот такой бодрый стишок, На самом деле. Действительно, я очень люблю этот город, И совсем недавно у него даже в Лизбуке вывесилось. Амстердам к хорошей погоде. Об Амстердаме черно-алом, Замолвый слово на суде, Мы проезжаем вдоль канала И отражаемся в воде. На чердоте живет Господь, И плотник царь стучит, как дятел, Стропила выше поднимай, Пока мир от дождя не спятил, Пока вокруг прозрачный рай, И спит младенец в колыбели. Стропила выше поднимай, Чтоб облака на них сидели. Об Амстердаме черно-алом, Замолвый слово на суде, Любовь проходит по каналу И отражается в воде, Как синий твой велосипед, Как белый мой велосипед, И наша жизнь, пустой пакет, Летит на голубой просвет. Спасибо. Вот так началось, как бы, Некоторым образом нас Дмитрий Григорьев возвращает Историй про то, Где же у нас делать традиционная поэзия. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, не уверен, Что-то я сомневаюсь. Значит, давайте посмотрим. Нет, понятно, что это ерунда, Понятно, что, как бы, 20-й век, Это ситуация множественности, Культурных традиций, да? Но все равно же, Все равно же, как все-таки, Хочется понять, Вот где это, Как нулевая точка, Который, И что-то никак. Давайте продолжим Наш это движение В другую сторону. Алексей Киеница. Здрасте. Можно без микрофона, Меня что-то пугает. Стараюсь. Продашь квартиру на Петроградке, Справишь вид на жительство Где-нибудь в Европе, Изгинешь там бесследно, Будто не было тебя вовсе. И будет все так же Гудеть горячий ветер Над степью В той далекой земле, Ничейной и безымянной, Где ты был, Где ты родился. Бегали на Марселан, Там зенитки стояли, Обязательно кто-нибудь Что-нибудь даст. В кинотеатре, В кинотеатре баррикада Немцев вешали. Один молодой Сам петлю надел. Служить отправили в Польшу. Офицеры в городке СС жили. Дали мы так далее Венграм просраться. Крихтя поднимается Со скамейки, Уходит на свой участок, Приходил под тем предлогом, Что нужны какие-то мешки. Спешу, опаздываю. Уже все давно началось. Может быть, даже уже заканчивается. Может быть, уже расходится. Может быть, и не пришел никто. Может быть, там и нет ничего. Да и не было никогда. Приду домой, и там тишина. Курит трубку, Долго ковыряется в ней Специальным инструментом. Есть у него и прижитненные издания, И с автографами, Офорты и литографии Своё собственное мнение, Крепкое, внутреннее, Толкуемо целание и транстроемерие. Оба мы родом Из провинциальной серости И азиатской божьи. Спешить уже незачем. Что будет потом известно. Но есть еще пару минут. На самом краю. Скоро зима, Сдыхает старая грузинка, Стоя в дверях магазина, Глядя в темноту Питерской улицы С высоты своих Кавказских гор. А во мне еще не допурлило, Не докипело лето. Да, уже скоро. Дрова, Корчевка пней, Кровли, Садик, Бани, Собрание членов Кооператива Потерялась кошка, Акварельно-лимонные березы, Где-то одинокий молоток. Маршрутка с зайцем Поскачет с вокзала, Мимо хрущевок И деревянных купеческих кружек, По желтым улицам города, Растущего на озевском ветру, Из древности, Великой и смутной, Себя не ведая. Кровать и шифоньер, Из румынского гарнитура, Пятидесятых годов производства, Которые мы зачем-то везли, От предгория Из алийского лота До берегов Финского залива. Все это казалось, Все это когда-то казалось Вечным, незыблемым, Как сама вселенная. Теперь это просто Старые вещи. Две русские пары, Коньяк, Компания молодых немцев, Футбол по телевизору, Пьяные финны, Плавучий отель пробирается, Дрожа всем своим огромным телом, Сквозь ревущую темноту, Взбивающую с ног Секущее лицо. Но вот уже портовые огни, Городок в табакерке, Игрушка старинной работы. Ждал, готовился, Сосредотачивался, Думал, что в этот раз Обязательно, В этот раз уж точно, Но обернулся, Отлегся, Опять мимо, Промчалось, Пронеслось, Пролетело, Будто ничего и не было. Все твердят, Мы хотим мира, Войны хотят те, Другие, И никого не вразумишь, Не урезонишь. Из постов в блогах, Из воплей сирен, Из выпусков новостей, Из гари покрышек, Из заявлений на пресс-конференциях, Из роликов на ютуб, Тенями, отлепившимися от стен, Возникают немые люди, Без лиц и имен, И глядя сквозь оптику, Ставят точку в конце времени. Спасибо. И вот уже кажется, Что мы почти доехали до края этого фланга, Если мы вспомним, Что здесь звучало полчаса назад. Но нет, Не доехали. Вячеслав Крыжановский. Здравствуйте. Я не ожидал, Что на краю фланга окажутся еще. Еще больше. А мы потом дальше вернемся. А еще дальше. Я вот почитаю прямо из этого, То, что здесь есть. Только себя сейчас не иду. Я буду видеть, Содержание. Она подсказывает нам, Что это вообще какой-то не этот номер. Может быть, это просто не этот номер. Ну, ладно. Тогда Тогда вот так. Да, давай. Мишку. Я готовил. Я готовил. Я не пойму, я микрофон говорю. Ну, внутри микрофона. Так. Ну, значит, вот такие На фланге. На этом. Мелодия песенки Про без 28. Утром в понедельник Без 28. По радио приснится, Но тут же и вспомнится, Что часы перевели на зимнее время. По радио приснится Ворона за окнами. Сегодня в Петербурге Температура воздуха. Зима какая-то, Что снегу упасть некогда. А все от того, Что мы окна заклеили. Часы перевели на зимнее время. Им бы понедельники Взять и отменить. Никто не виноват И никому не спрятаться. Снега хоть и нет, Засекут по радио. Или еще проще, Позвонят на сотовый. Голосом службы точного времени. Ворону за окнами Рано мы заклеили. Рано обрадовались Перевели часы. Ну, вот предчувствие зимы Такое зимнее. С мороза раскрасневшаяся С севшим аккумулятором В телефоне. Запахи зимы Всегда располагают К занятиям болтовня. Толстый тон Художественного журнала В поисках фразочки Для микроблогинга. На винчестере Опять мало места. Это было немножко досадно И довольно нелепо. Впрочем, В окне ворона Мастится на поропете крыши. Не поцеловались Ни мы, ни ворона. Прошли времена. Деда Мороза и Снегурочки. Так, и вот Собственно, то, что в воздухе Там тоже такой синий, значит, Другой синий воздух. Там два номера Третий и четвертый И вот Того В общем, было. Что-то такое Третий и четвертый Было такое Третий и четвертый Значит, в нем Вот такие тексты. В нем Пословицы Даля Алфавит Брайля Полевки Бранта Базон Хикса Настоящий тюлень Ушастый тюлень Звери и птицы Маскоты всего на свете Осминог Пауль Овца Долли Белка и Стрелка Снега и Снега Иммунитет Шарикоподшипник Ночное радио В городе Уморин Такой странный текст И вот еще Такие, значит, два Еще два Черная пробочка В траве у черной речки Рыбаки поводят На четверых человек Две удочки Голуби, вороны, чайки И, доитмы, суффикс Уточки Горячий чай Из термоса Мой обеденный пикник Как вдруг Пятьсот рублей Проплывают по волнах Сучком я их выловил Удочки-то нету Растелил на траве Чтоб высохли на солнце Сижу довольный Смотрю, не поплывет ли еще Ем помидор Пишу об этом В исключительном случае Кто-то деньги отмывал Что-ли В воде речной На дисплей коммуникатора Заскочил муравейчик Черным бегает По строчкам Многоточие Значком Солнце печет Один из четырех Что поодаль мочится А с другой стороны Слева Другой поодаль рыбак Червей, что ли, копает Прямо из земли руками Но это мне издалека кажется Что так Солнце печет Чайка ловит рыбочку Рыбочка на солнце Сверкает, как артуть Проплывает по волнам Зеленая веточка А мне пора уже обратно в офис Чертежи чертить И подборка В том воздухе Которого здесь нет Называется Исключительное случай Вот из этого Текст Строчка Спасибо За название И последний Странно Здесь На такой презентации Журнала Такой Что сам себя не похвалишь Никто тебя не похвалит Не процитирует статье Не упомянет в обзоре На фестиваль не пригласит Не включит в сборник Не полюбит Не поцелует Не прижмет к сердцу И пускай Как говорится Не очень-то и хотелось И как еще говорится Блажен муж И женейте А так же Не стаю И не седи Будет он яко древом Ну а кого туда И не зовут Блажен пача Размышляю я день и ночь Об этих заходах Стараюсь не ходить Не стоять Не садиться рядом Кто занимает место А кто пространство И время Вот еще стану я С современниками соревноваться Я лучше в баре буду Какой-нибудь там Баристой Воробушком В этом птичнике Петухов да кухушин Знаю я эту фишку Выколзать такой Из табакирки И мало того Что не похватит Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Таким вот образом Значит у нас Есть еще Значит Некоторая возможность Двинуться дальше Как бы Вроссыпнуло Во все стороны Значит По части движения Вроссыпнуло Во все стороны У нас здесь есть Несколько авторов Являющихся Групными специалистами Я бы наверное Значит В этот момент Пригласил Выступить Петра Разумова Который К которому Это приложимо Исключительно В смысле Некоторого Такого Эмоционального Такого Взрыва И всплеска С которым Помимо всего прочего Работает Своей поэзией Во все Концы Дождь Август Пшеничный И поле Разрыто Воронкой Краюха Тепла Что из раны Багряной На солнце Особенно Жарко Пуля Полюбит Не спета Лишь Ворон В сторонку Далекую Сгинул Там Крест Над взрыхленной Землей Его ждет Все Что от мира Умрет В это утро Такое Дождливое Теплое Солнце Сквозь тучу Ласкает Обугленный Труп У кривой Железяки Фосфором Сыпет Луна От вечера К вечеру Прохлады Все больше На желтых Полях Все больше Запекшейся Кровью В гнилой Тишине На поле Молчат Волуны Самоходы Стрелять Уже Некого Ворон Садится На крест И коготочком Выскребывает По березовой Тушке В мире Одно Только горе И радость Но радость С соседней Деревне О боль Нам досталась Сегодня От воздуха Гарью Болящего От ветра По краю Скользящего Привет всем Врагам И сестренке Чьи горем Запеклись Глаза Взрыхленной Земле Все равно Август Пшеничный Покроет Все что Не сделано Воронам В этой Постылой Земле Из покрышек Из сажи И из алюминия Из земли Разрытые Сухой Как в стужу Твердой Плетутся Один За одним Эти дни Животные Светлый Дух Квартиры Пищит И просит Ласки Но что Могут Дать Парцы Растущие Ствола Обокрытого Мглой Черны Дела Твои Белое Солнце Октября Не Греющие Но Дающие Видеть Боли Унижения Смертных Маленьких Ожесточенных Людей Электричество Пока Оно Есть Немного Скрадывает Темноту Того Мира Который Все еще Болен И никак Не может Откинуться Возвратиться Вну В сладкий Щербер Всеобщей Дремоты Где Мальчишка Лермонтов Видел Птичий Голос А я Вижу Только Боли Сажу Невыпуканными Плодами Деревьев Все Пало Сгнило И никуда Не ушло Ни в землю Сырую Ни в воздух Промосклый Обголоданный Прям Стоит Столбом Бог Ненависти Раздора И горло Сочится Кровавой Слюной И под Брюшей Рвется Иглой Не заштопать Не вмять Сапогом Не разгромить Животное Мои крови Хнычит У ног Прося ласки Но что Могут Дать руки Лишенные Оружия Что Могут Дать дни Лишенные Пощады До края земли Презентовый Склон И в небо Уперлась Построек Кривая Кость Ты стоишь Сока Сорок Семь На фоне Ветра Грязь И непроницаем Белого Неба Лишь Оно Может Принять То безумие Которое Распростерлось Под ним Деревья Почернели От сажи И кивают Стороны Редкого Солнца Она не способна Согреть Самый крохотный Росток В этом поле Осень И все умирает Включая Людей Они Как деревья Лежат По каналу Неброшенные В склад По реке Не примет Ни хорон Не примет Осирис Только На подушке Где-то далеко Где воздух Не сжется Током Плачет Дочка Еще не понимая Чего Грудная В разверсти Простыней Мама И успокоить Не может Сама Погруженная В полутрем Тупого Чувства Совершенно Не похожего На боль А похожего На ничто Не буддийское Благородное А ничто Подпольное Пыточное Где кровавые Пятна На теле Не такие Жуткие Сумерках Из которых Лепится Окружающее Нерастворимое В наших словах У нас Если я не сбился Со счетом Последний Цитинбургский актер И потом Нектое количество Бонус-треков У нас наконец Доехал Владимир Беляев Здравствуйте Я просто регламент Не знаю Какой Ну там Три-четыреста Стихотворим А что же цибуля Была Саянная А есть она? Есть Вполне себе Ветер так себе Трава не ложится Самый быстрый Из нас Не бежит Только бабушка Та, что по маме Божится Да бабушку По отцу Сторожит Задыхается Самый быстрый У него ресница В горло попала А глаз Слизится Что воздух чистый Что про воздух Мы знаем мало Лето человеческое И то хлеб Как и то Что поймано На лету Самый быстрый Барахтается Во рту Вот его Фотография На столе Как сидит Известие У Марии Под платком Так и мы Приходим В Африку тайком Так селение Ходит ходуном Человек Немыслимый Слово говорит А по нему Постукивают Детские друзья Так сказать нельзя Так сказать нельзя Человек немыслимый У Марии Под ребром Ходит ходуном Ходит ходуном Небольшой циклик Такой Вроде Сторожившего Нас Сбегающего В подпул Товарищи Родственники Уедем В Астрахань Погостили И будет вам И было им Вроде Сторожившего Нас Но в другой Одежде Свидетель Совершает Омовение Пока Молитву Вспоминает Мы ищем Фонарики В кустах Там дискотека Еще не закончилась И наверное Уже не закончится Доктор Вылезает До земли Раньше Мы зарыть Его могли А теперь Он тоже Человек Говорить Умеет Шепотом Знание Для него Самоценно Как раскладка Клавиатуры К тому же Он спортсмен Вестник Олимпиады Мы были бы Очень рады Видеть его В своих рядах Но страх Перед батюшкой И опять-таки Премиальные списки Освобождаться Через слушание По мере Оформления Заявки Избавь меня От пристанционных Буфетов От продуктовых Карточек Памяти моей Все это Держит меня На занимаемой Должности Веленые мне Работники Рассматривают Муравьев Бригадир Из рода Шаклев Читает Передавица Что ни слова То спится В затылок Он плачет Немного Подумав Он уделяет Мало внимания Левой мысли От чего Болит родничок От пустых Удовольствий Пустого труда От анамнеза От света Копировальной Техники Спится Аликсер С чужая Речь Ночует Неподалеку Сантехник Сантехнику Говорит От чего У меня Дырка В полу От чего Оттуда Доктор Лезет И все Никак Я не умру Даже если Очень хочется А тот А тот Ему отвечает Сам Сын Знахарки Возьми Корень Солодки Закопай На углу Московского И первой Красноармейской Пешеходы Твое Бессмертие На подушах Разнесут Когда вспомнишь О чем Мы здесь Говорим Сладок Дым Естественного Отбора Спит У забора Узбекский Немец Иван Аркадьевич Тискает Гантели У него Сын Суворовец Вдоль Линии Электропередач Мы едем Сочинительства Последний Текст Из Фейсбука Текст Из Фейсбука Ну они Собственно Все Тут Собственно Как бы Место Обязывает Постерпнеистическое Стихотворение Читать Трать Слова Слова Месты Жи Мой И Видишь Как Много Стала Заверни С собой Неси Домой Сигнатуры Прячь Под одеяло Травлю Звуков Очумелые Флажки Воздух Опрокинутую Мнимость С музыки Отвальной Отвали Мешки И чего Еще Скажи На милость Воскресенье Голос Птичий Куст Сладкая Закваска Шила Мыло День Менялся Мялся Оставался Пуст И чужая Речь Тебя Кормила Что Прохожий Там От слова Легче Стал Даже Как-то Распрямился Ну Прости Прости Что Я Тебя Назвал А Ты Посторонился Я Тебя Люблю Прохожий Мой Как Зерно Твое Бежит Из Клюва Как Ты Ходишь Как Качаешь Птичьей Головой Как Скрипит Во Тьме Твоя Абуа Спасибо Да Я Устыженно Устыженно Приглашаю Александру Цибулю Которую Я Увидел Раз В жизни Мельском И Не Опознал Я Прочитаю Журналы И Не Журналы Прыгали На одной Ноге И Попали В Котел Рисовали Мелками И Вешали Человека Живого В Трубах Ухает Старый Ухарь Кто-то Из Морок В Домовых К вечеру Лиственно Трудно Пыльные Духи Асфальта Движутся Как Столбы За Исчезающей Женщиной В форме Антатры Тщетные Сгустки Сил Женщина С бантом На груди Похожим На сложенные Ладони Ее Статуарность На эскалаторе Мальчик С закрытыми Глазами На скамейке Пронзительный Продавщица Сирени Поздним Вечером На воспаленном Проспекте Стеклянная Вокруг Них Какой-то Избыток Или Просвет Так На горячем Пляже Отдыхающие Сторонятся Бестолкового Мертвеца Чей живот Бессовестно Кругл А с тела Разом Сошел Весь Добытый Загар Но потом Как-то Свыкшись С нелепым Соседством За отсутствием Места Все же Стелют Поблизости Селятся Обосновываются Спелый Живот Растет Сладкие Сонные Семена Верещат И Стрекочут Контролер Не топырь Зазывает В публичный Трамвай Уважаемые Перемигиваются Трогают Обшлага А то Станет Кондуктор Каледовать Песни Петь Жалобным Голосом Кручинится С медвежьей Головой Невлюбленный Несет Повинность Претерпевает Радуется И веселится В любви Влюбленный Ходит По берегу С порванным Ртом Сейчас Погаснет Последняя Небесная Полоска Осталась Самая Грустная Часть Вечера Все Белки Ушли В дупло И спят Мы Отошли От всех Дел Съели Собаку Невиноватую Мне не сойти С места Действия Я вовлечен В эту работу Выполняю Функцию Вроде Колышка Ограждаю Растение Обида Кличет Вину Вина Беспамятна Она Не знает Себя По имени Ей Сиротство Светло Ведь Вина По природе Намат Обида Напротив Оседла И всегда Оборачивается На прощение Двойное убийство Сообщенных Сестер Не по себе От присутствия Этих Нечеловеческих Сгустков Тихий свет Забрался В деревья Небо И дом Приобрели Одинаковый Оттенок Нежности Но и это Не стало Наградой Пришла Ночь И содрала Лица Вещей Печаль Вошла В вещи И стала Их Оправданием И полнотой Беспомощные Безымянные Вещи Никакой В них Толк Распускается Цветок Боль Дар Этой Одинокой Практики Без Человека И Бога Один В этом Кругу И многие Прищемили Воды Обид Только Они Сами Могут Себя Простить Два По краям Лизиантуса Проявляется Фосфор Вещество Увидания С этим Неверным Светом Из цветов Уходит Душа Три Никуда Не идти Чтобы не Спугнуть Кротость Жизни На дождь И все Тихи Реки Расплавлены Синий Солнце Трачено Известью Ржавчиной Птицы Слагают Звезду И морские Фигуры Вещи Контуры Света Ветер Скуластый Бог Над водою А тело Живет Отдельной Мистической Жизнью И выдох Равняется Крику Средь Сильных Мира Следующие Два дня Поскольку У нас будут Мероприятия Премени Митр Гамоченко Финалисткой Которой Александра Цегуля Стала Мы теперь Переходим К дополнительным Функтам Нашей программы Разбежались Так вот Я и смотрю Что у вас Сидело Сидело И вот Это Понятно Хоть бы Самая ручка Помахала Значит Ладно Хорошо Это не все То есть Конечно По-хорошему Надо было В этом месте Представить слово Другой даме Присутствующей Фэйни Гринберг У нее поэма На 10 страниц Это как-то Я боюсь Что мы сейчас Уже не готовы Что-нибудь Короткое Вот А во сколько Завтра Ваше Самое Кино Показ Это не завтра Это будет Воскресенье В 3 часа Вот Значит Как бы Давайте Вот Приветствую Фэйни Гринберг Мы сходим Воскресенье В 3 часа Вот в этом Самом Чатре Да Посмотрим Значит Фильм Вот Фильм Значит По Ее стихотворениям Значит Как бы В этой самой На учебной сцене Александринского театра Это Фонтанка 49 Если я правильно Да Вот Значит Я попрошу Тогда Выступить Последнего Автора Журнала Воздух Который Замечатель Например Тем Что он Весь этот воздух Всегда припер на горбу Значит Из Москвы Это не единственное Его достоинство Да Но Как бы Заслуживающее Того Чтобы его отметить И потом Мы еще Значит Два слова И пару стихотворений Скажем про другое Никита Сунгатов Не знаю Сможет ли он сюда Выбраться Вот И тем самым Значит Он Двинет нас Еще дальше В сторону Бездн В которых Это самая Матушка Современная Русская поэзия Заглядывается С левого края Очень страшно Звучит Последняя Заглядывается Ветеран Второй Чеченской войны Взялся писать Актуальные Стихи Например Такие Подземная Духота Сквозь которую Пробивается Еле Живой Голос Пули Рихтер Поет Все друзья Над ним Смеялись И восстали Из могил Дружно К телу Прикасались Шестикрылый Серафим Мертвые Однополчане Говорили с ним Во сне Все поэты Лежат В Дагестане А не в Чечне Наедине С собой Президент Говорит Исключительно Стихами Виталия Пуханова Про Не на тех Женились Про Учись Убивать В девяностые Пригодится Про Но та земля Где ты лежишь Да будет Русскую землю И так далее Речь Прерывается Звонком Секретарь Говорит Дмитрий Медведев На встречу Пришел Дмитрий Переоделся В Кирилла Пришел С ружьем Инновации Думает Он Необходим И нам Напишу Это стихотворение Запощу Его В инстаграм В то же время Что делать Когда уже И остранение И буфонада Не позволяют Писать Политические Стихи Парадоксальная Концовка Убийца Каспара Хаузера Так и не был Найден Незнакомец В цилиндре Человек В плаще Сокрытой Королевской Семьей Спрятанной В одном Из поместьй На юге Баварии За Непрожаренным Шницелем И кружкой Темного Пива Коротающей Вечность Ругающей В дневниках Современную Живопись И литературу Растапливающей Камин Своими Юношескими Опытами В прозе На охоте Попадающей Ножом В кабана С трехсот Метров Аристократ Интеллектуал Новостями Иногда По ночам У него Появляется Посетитель Он приходит В маске Неясно Кто он Таков Может быть Трансвестит Из журнала Опустошитель Или Может Молодой Поэт Кузьма Коблов Не имеет Тени И говорит О боге О ножах И о пулях И о ночной Пироге И смеется И смотрит Как будто О чем-то Знает Занавешивает Окно Гроза Как в мистическом Фильме И в шахматы С ним Играет Я и сам Приходил К нему Однажды Был тихий Весенний день Очень рано Час пополудни Но он уже Был мертвецки Пьян Тогда-то он и признался Мне в убийстве Каспара Хаузера Но я его прослушал Мне нужно было Отдать ему Несколько экземпляров Свежего транслита И спешить на Лубянку Там в книжном магазине Библиоглобус Я назначил свидание Одной девушке Наивно думая Что соблазнюю Стихами Например поэта Николая Звягинцева Ночью выпал снег Но очень быстро растаял Уже к утру Выходя из дома Заметил Земля состоит из крови Раньше как-то не обращал На это внимания Спасибо Здорово Да Понятно Я обратил Москву Очень Значит Друзья Я хотел бы В качестве пост-критума Сделать еще две вещи Я хотел бы представить Одну из книжек Нашей Основной поэтической серии Самую последнюю книжку Которая здесь и вышла Наталья Арзарова Я была бы представить Сама В каком-то вполне обозримом будущем Да А вот Я хотел бы два слова сказать Об этой книжке О сборнике Геннадия Айги Расположение счастья Выпущенном К 80-летию Геннадия Игловича Которого уже Сколько? Восемь-девять лет Невживых Я всегда очень плохо С цифрами Да Восемь А А А И Значит 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 Это сборник Немножко странный Такой Да На нем написана Реконструкция Наталья Арзарова Эннеграус Значит Две ПТС Так или иначе Находящиеся В отношении К преемственности С Геннадием Айги Работали С его архивом Работали с черновиками Тут В книжке Есть несколько Фотокопий Чем было понятно В чем проблема Почему Это Называется Реконструкция И в основном Эта книжка Составилась Из очень Коротких Текстов Статус Которых Не совсем Понятен То есть Какого Мера Их Законченности Запрос Гадательный Но В этом Тоже Есть Своя Правда Потому Что Законченность Поэтического Текста В 20 веке Чувствую С какими Натальями Происходит И стенах Музея Отматывает Мы это Хорошо Понимаем Что Бывает Такой Вроде Отрывок Откуда И не очень Ясно Откуда И вот Мы его Читаем Как отрывок И понимаем Что Может Ничего И не Надо Больше И вот Это Вот Такая Сложная Сложная История Например Это Может Звучать Так Запись И Будущий Утром Как Представитель Государства Жизни Государства Действия Или Почему Не самоубийство Умрешь Сам Значит Вот Мне Это Книжка Кажется В разных Отношениях Важная И Интересная Вот еще Бог Пишет И Сейчас Он Крупно Пишет Дима А это Больничные Стихи Или Нет Это Очень Разные Периоды Совсем Не только Поздние Там Поскольку Черновики Остались За Десятилетия Часть Въехала В Германию В архив А часть Осталась И В общем Это Большая Нетривиальная Работа Но Это Опять Я думаю Что Наталья Азарова Когда Книжку Свою Презентовать Приедет В Петербург Вполне Уместно Будет И Про Эту Книжку Айди Должи Спросить Вот Она Вроде Собирала Завтра На Общем Чтении Вот Значит Вторая Вещь Которую Хотел Сделать Это Два Слова Сказать О Последней По Времени Книжной Серии Нашего Издательства Которая Называется Дальним Ветром По Одноименной Рубрики Фурнала Рубрики Посвященной Переводной Поэзии Современной Зарубежной Поэзии Современной Переводной Четыре Книжки Там В недрах Сидит Человек Который Сделал Дизайн Эти Силы В самом Дальнем Углу Которую Отдельно На этом месте Поприветствовать Поскольку Мы понимаем Что Дизайн Поэтической Серии Такая Дельная Забава Я думаю Что Мы Вот Что Сделаем Я Прочту По одному Тексту Из двух Книжек А В середине Прошу Кирилла Корчагина Переводчика Еще Одной Книжки Тоже Из нее Что Нибудь Огласить Вот Последняя Книжка Книжка Вышла Только Что Это Книжка Израильского Поэта Рони Сонета Под названием Барский Крустальная Туфелька Ну Это Довольно Известно В мире Известно У нас Никому Не Ведом Барский Поэта Ищем Иврите Перевела Эту Книжку Израильская Переводчица С Иврита И Японского Багдад 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 Как заметил Книжка Книжка Критика Илья Бухулин Это Вот Такой Возможность Заглянуть В мир Которого Больше Нет Тем Самым Мелом Которым Страж Порядка Отмечает Контуры Тела На месте Убийства Я Отмечаю Границы Города В котором Мне Прострелили Жизнь Я Опрашиваю Свидетелей Выдавливаю Из губ Анисовый Арак По капле Нерешительно Повторяю Танцевальные Па Вслед за Пресной Питой Танцующий На краю Пложки С хумусом И оливковым Маслом Когда Меня арестуют Треть срока Скостят За хорошее Поведение И посадят В горло Коридор Певицы Салимы Мурат На тюремной Кухне Мать моя Пожарит Выловленную Ее матерью Из речных Вот рыбу И расскажет О слове рыба Красовавшимся На огромной Вывеске Над входом В недавно Открывшийся Ресторан Тем Кто ел В ресторане Подавали рыбу Размером С булавку Пока Кто-то Из посетителей Не попросил Хозяева Сделать Помельче Вывеску Или же Рыбу Давать Покрупней Рыба Уколит Костью Отставит Отметку На руке Счищающей Чешую Но даже Маслом Кипящим На сковородке Допроса Из нее Не вытянуть Слов Обвинения Память Пустая Пустая тарелка Покрытая Шрамами Процарапанными Ножом По керамике Кожи Вот И совсем 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 Другая Книга 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 Соответственно Книга Клодорова Яжевну Неделимые Сущности Которую Перевел Кирилл Корчагин И если Кирилл До нас Доберется И это Тоже В общем Ситуация Когда По этому Сколько? За 70? Могли бы Вы узнать Но Вообще Писарда Вольф Вернее Пишет Вот так Работает Пишет Довольно Длинные Тексты Состоящие Из Ряда Фрагментов Ну Поэтому Лучше Наверное Читать На бумаге Но Я все равно Попробую Последний Цикл Из этой Книги Прочитать Вообще Эта Книга Это Четвертая Часть Тетралогии Мне Почему-то Показалось Что Надо Начать С нее А там Как Получится Пока На русском Существует Только Она И вот Последний Цикл Из Этой Книги Который Называется Пополнение Приобретения Для измерения Провести его Через Комнату Находит Формы Но Это Пустяк Он Всегда Настаивает На Предложении Он Находится На Грани Стыда И Злобы Управление Дополнительной Информацией В отсутствие Показаний Эту Артикуляцию Нельзя Считать Именем Тело Ориентируется Окончание Книги Это Твое Плечо Утрата О которой Не Рассказать Размещена В дополнение К прочему Эта Ложь Покрывает Мать Она Использует Этот термин Для Ослабления Жеста В их Речи Не Было Классных Не Было Интонации Я Не Мог Прервать Мы Были Слишком Близки Тело Линии Открытые Глаза Следуя За Двоим Пальцем Она Расчерчивает Почву Речь Круга И Воздуха Краблекрушения И Другие Несчастья Надо Бы Выйти Да Это Они Вмешался Его Напряженный Голос Я Не Знал Что За Этим Стоит Воспоминание Нерешительность Когда Голос Раскрылся Кончился Цвет Алфавит В беде Говорить Значит Видеть Твое Тело И Больше Нет Земли Рядом С Этой Рукой С Его Историей Ну И Может Быть Единственный В этой Книге Как бы Отдельно Стоящий Текст Который Называется Местность Он Очень Короткий Ангулярная Дискриминация Сопровождает Имя Которое Я Даю Телу Приготовить К употреблению Уста Отверстые Бездни Иная Грамматика Расстояние Казалось Огромным На берегу Канала Не исследовать Не измерить Вот такой Странный Поэт Вот И Я За своей 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 Хочу Прочесть Еще Я Стараюсь Всегда Считать Эзотой Книжки Мне Она Очень Нравится Это Книжка Украинского Поэта Остапа Сливинского Которую Переводили С украинского На русский Разные Лица Шесть Переводчиков И Этот Текст Переводил Я Сам Текст Называется Врата Вот Так Радость Снова Столько Огромных Светил Люди Со Своими Зверями Идут По Берегу Мир Показал Нам Фокус И Собирает Нехитрое Снаряжение Несколько Камешков Красную Лампу Над Бесконечной Водой Заливы В которых Рыбачат Птицы Кто Пел Теперь Переводит Дыхание Кто Говорил Или Писал Видит Узел Который Ни с чем Ничего Не связывает Где Когда-то Были Врата Теперь Лежит Освещенная Солнцем Из лука Вот На этой Оптимистической Ноте Идущей Несколько Вразрез Как бы С разными Обружающими Нас обстоятельствами Мы Можем И Завершить Эту Встречу Будем Надеяться Что Она Будет Не последней Что Нурнал Будет Выходить Дальше В этом Случае Мы Через год Полтора Встретимся В Петербурге Снова В каком-то Слегка Изменившемся Составе Бог Даст Некоторые Другие Замечательные Паэты Присутствовали Сегодня В зале В качестве Слушателей Тогда Будут На сцене И все Пойдет У нас Заново Своим Чередом Спасибо Вам Всем Спасибо Фонтанному Дому Гузе Ахматовой За гостеприимство Я Продолжаю Верить Что Во всем Есть Какая-то Неочевидная Неслучайность Значит Организационная Сторона Медали Соответствует В том Что все Авторы У которых Не хватает Для счастья Каких-то Из этих Экземпляров Благоволят Ко мне Подойти За экземплярами Все прочие Лица Которым Не хватает Для счастья Чего-то Из Этого Дела Благоволят Ко мне Подойти Но Быстро Потому что Надо Все-таки И Знать честь Мы Как бы Свои два Часа Жизни У Узинных Сопрудников Добрали Спасибо большое Аплодисменты